друзья мои привет в этом видео хочу поделиться с вами двумя вариантами приготовления водного раствора прополиса первый способ заключается в приготовлении водного раствора прополиса на водной бане для этого нам требуется кусочек твердого прополиса если он у вас мягкий можно подержать его в морозилке я беру 10 грамм прополиса на 100 миллилитров воды смотрите но отмеряю приблизительно здесь мне 1110 тру этот кусочек прополиса на мелкой терке вот здесь у меня получилось 10 грамм прополиса с учетом всех потерь также отмеряю 100 миллилитров но здесь 100 грамм у меня воды и подбираю ковшик и чашку так чтобы чашка ставилась на ковш и не проваливалась него ковш с водой ставлю на газ и дожидаюсь пока в нем появятся мелкие пузырьки сверху ставлю тарелочку и наливаю свои 100 миллилитров воды в эти 100 миллилитров воды добавляю свой прополис натертый на терке предварительно и непрерывно помешивая томлю этот прополиса в воде на водной бане в течение примерно часа прополис потихонечку начинает плавится и отдает в воду вещества содержащиеся в нем далее процеживаю эту прополисную воду через марлю сухой остаток выбрасываю и получаю около 50 миллилитров вот такой вот прополисной воды знаете честно говоря я считаю что продукты пчеловодства лучше не нагревать так же как и мед также и прополис поэтому я не люблю этот способ приготовления а выбираю другой второй способ приготовления прополисной воды холодный способ то есть без нагревания прополиса для его приготовления мне нужно взять питьевую воду 100 150 грамм и опять же шарик прополиса 8 грамм 10 грамм не важно честно говоря я очень редко использую точные пропорции всегда делаю рецепты на глаз вот сколько прополиса есть только я и делаю добавляю в блендер и воду и прополис и взбиваю это все на низких а затем и на высоких оборотах в течение примерно 2-3 минут но имейте виду что у меня блендер достаточно мощный и взбивает он это все достаточно быстро и тщательно если у вас блендер маломощный то используйте его более продолжительное время готовую прополисную воду я процеживаю через сито тоже здесь остается сухой остаток который приходится выбросить но знаете на мой взгляд он гораздо меньше чем при приготовлении прополиса способом горячим то есть большая часть прополиса растворяется в воде и вот у меня получилось 100 150 миллилитров прополисной воды она не такая коричневая как при приготовлении воды горячим способом но дело в том что даже на вкус она гораздо приятнее этот способ мне нравится гораздо больше считаю что такая прополисная вода полезнее чем приготовленная горячим способом ведь никакие вещества в ней не разрушаются в результате термического воздействия обычно переливаю я эту прополисную воду в баночку с крышечкой и храню ее в холодильнике 5-7 дней употребляя эту воду по 2 глотка утром и вечером допустим на голодный желудок ну что ж друзья надеюсь мое видео было для вас полезным если у вас остались вопросы либо вам есть что добавить оставляйте пожалуйста комментарий под этим видео но я на сегодня буду с вами прощаться всего вам самого-самого доброго